МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошедшая неделя стала знаковой для окружной столицы. В Наринмаре избрали нового мэра. Впервые не всенародным голосованием, а решением депутатов городского совета. Впрочем, стать новым главой Наринмара мог любой желающий при соответствии с заявленным требованиям. Все они были прописаны в положении конкурсу. Предпочтительными являлись наличие высшего профессионального образования, а также знания и навыки оперативного принятия, реализации управленческих решений, организации обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования правотворческой деятельности, ведения деловых переговоров и многие другие. Сначала претендентов на должность мэра оценивала специально созданная комиссия, отсеев тех, кто не подошел по ряду критериев. Допущенные к дальнейшему участию в конкурсе кандидаты прошли собеседование, по результатам которого только двое, это Олег Белак и Андрей Бережной, вышли на финишную прямую мэрской гонки. Ее победителя депутаты Гурсовета определили 8 февраля, избрав большинством голосов на должность градоначальника Олега Белака. В свою новую должность новоизбранный глава столицы региона вступит 14 марта, когда истечет срок полномочий Татьяны Федоровой. В зале заседания городской администрации необычно многолюдно. Повышенный интерес к сессии Гурсовета понятен. На повестке дня лишь один вопрос об избрании нового мэра Наринмара. Вся сложная работа осталась позади. Специально созданная конкурсная комиссия еще в конце января отобрала самых достойных кандидатов и представила их городским депутатам. Напомню, по итогам конкурса в гонке за пост мэра остались двое – Олег Белак и Андрей Бережной. Депутаты Гурсовета не раз встречались с потенциальными градоначальниками, ведь решить, за кого голосовать нужно было еще на берегу. На сессии кандидаты еще раз выступили с тезисами своих программ по развитию города. Первым слово предоставили Олегу Белаго. В ходе выступления он акцентировал внимание на том, что знает проблемы города не понаслышке, знаком с бюджетным планированием и в своей деятельности в случае избрания будет полагаться на мнение жителей Нарьинмара. На мой взгляд, самым главным качеством градоначальника является умение делами, а не словами, отвечать на те запросы, которые поступают от горожан. Необходимо совершать совершенно конкретные действия, которые от нас и ждет население. Это касается и переселения из ветхоаварийного жилья, это благоустройство, дворовые территории, это своевременная и качественная уборка мусора, его утилизация. Это вопросы подготовки земельных участков. Это вопросы, которые, к сожалению, не решены по подготовке и выдаче земельных участков для многодельных семей. То есть, на самом деле, есть достаточно большой спектр задач и вопросов, которые сейчас стоят актуально на повестке перед городской властью. Знание проблем Нарьинмара в своей предвыборной программе продемонстрировал и второй кандидат Андрей Бережной. Ключевыми моментами в работе главы города он назвал необходимость анализа работы и финансово-хозяйственной деятельности во всех городских предприятиях, оптимизацию штата, сокращение расходов на муниципальное администрирование. Предприятия у нас, как вы сказали, будут жизненно обеспечивающие, предприятия градообразующие. Без них на сегодняшний день невозможно представить себе детям, жизнедеем из нашего города. Поэтому от представительной работы зависит не только от данных людей, но и, естественно, как себя ощущают, как жители, как граждане в нашем достаточно непростом сельном городе. После выступления претендентов на пост мэра депутаты гурсовета перешли к открытому голосованию. Напомню, городской совет состоит из 15 народных избранников. Поэтому для победы кандидату было необходимо набрать не менее 8 голосов. Кто за? 13 человек за. Итак, голоса распределились следующим образом. 13 депутатов проголосовали за кандидатуру Олега Белака. Один против и один воздержался. Я благодарю вас за высокое доверие, которое вы оказали. Я уже говорил, и не считая за зодом повторится, что я готов все свои силы, умения, знания, опыт, навыки и праздник продолжить для того, чтобы наш подновленный город развивался, просветал. И чтобы люди действительно дела в том, что я не стал, чувствовали свою заботу. Нашу с вами, со стороны органов класса, заботу о каждом проживании. Я понимаю, все знают полумерную ответственность, которую вы сейчас, и ту степень ответственности, на которую вы сейчас на меня возложили. И, как я и говорил, в любом случае, все свои решения, они будут выгодны. И главный принцип «не наблюди», он будет одним из переверующих при принятии этих мер правительственных решений. Принимая решение об избрании мэра Наринмара, депутаты горсовета руководствовались не только своим личным мнением, а также наказами своих избирателей. Два избирателей донес всю информацию, которую кандидаты изложили о своем развитии. Поэтому, вот это, как говорится, я не просил давать мне право выбирать главу. Поэтому я сегодня отразил мнение, в первую очередь, людей, которые сказали, давай сделаем так, чтобы не навредить никому. Общее пожелание моих избирателей, лицезаводчан, это, в первую очередь, встречи со всеми, все под карандаш, для того, чтобы потом, пользуясь поддержкой депутатов, воплотить на бумаге и в жизнь. Сегодня, я думаю, мы приняли правильное решение. Но я думаю, что даже из сегодняшней речи кандидатов уже было понятно, что кто более подготовлен, кто более готов принять на себя город. с его большими проблемами. Я думаю, что Олег Ануфрич справится. Я думаю, что необходим городу такой мэр-финансист с опытом работы. И техническое образование у него также есть. Так что я думаю, что он справится. Удачу новоизбранному мэру пожелал и глава региона Игорь Кошин. Губернатор выразил уверенность в том, что только вместе можно добиться всех поставленных целей. И сегодня, когда пройдены все необходимые процедуры, наступает время каждодневной, монотонной, рутинной работы. И жители хотят видеть вполне конкретные результаты этой работы. Безусловно, это теплые квартиры, чистые подъезды, благоустроенные территории, дороги, татуары, освещение. И безусловно, не хотят видеть те огромные счета, в том числе и за тепло. И я глубоко убежден, что нам всем необходимо объединиться. Объединиться, чтобы приблизить этот результат. Особенно в условиях технических цен на губернатороды и с теми выпадающими доходами, которые сегодня имеют окружную бюджет. Коллеги, хождений по судам, громких лозунгов, поездок по всем вышестоящим инстанциям. Я уверен, что нам всем хватило исполня. Нас ждет впереди большая, рутинная, каждодневная работа на благо жителей нашего города. Спасибо. Напомню, срок полномочий действующего мэра Татьяны Федоровой истекает 13 марта. На следующий день в свои обязанности вступит Олег Белак. Мария Владимирова, Ирина Цепитова, Антон Бодряков, Телеканал Север. Важное, без преувеличения для многих россиян решение в пятницу приняли депутаты Государственной Думы. Они в третьем чтении приняли поправки в закон, сделав приватизацию бессрочной. Ранее предполагалось, что бесплатная приватизация завершится 1 марта 2017 года. Продлить ее до 2020 года планировалось для крымчан. Лиц, подлежащих переселению из аварийных домов и детей-сирот. Теперь такое право получили все те, кто еще не приватизировал жилье. Согласно новым поправкам, утратившим силу признается положение закона об окончании всеобщей бесплатной приватизации 1 марта 2017 года. Данное решение было принято после многочисленных обращений граждан, прозвучавших на встречах с депутатами. По возвращении из региональной недели было очень много обращений жителей, как в целом по Российской Федерации, так и в округах обратилось ко мне два человека с просьбой продлить приватизацию. И поэтому было принято решение, сегодня это решение принято. Приватизация сделана бессрочной для всех жителей Российской Федерации. И сегодня это решение принято в третьем окончательном чтении. Напомню, возможность однократно приватизировать жилье, не заплатив за это, появилась у россиян с 1991 года. Акцию государство хотело завершить еще в 2007-м, однако отодвигало крайний срок в пять раз. За 25 лет приватизировано более 30 миллионов единиц жилья. В собственность оформлены 78% квартир. Самый активный период был где-то в апреле 2016 года у нас. За апрель было 26 квартир, в мае 23 квартиры, а вот, допустим, в ноябре уже 11 квартир приватизировано. Спад обусловлен был тем, что люди получили квартиры по очереди, в начале года их приватизировали активно. А сейчас, в связи с окончанием периода приватизации 1 марта 2017 года, люди активизировались. Стоит отметить, что приватизации в соответствии с законом не подлежат квартиры специализированного жилого фонда. Это жилье, предоставленное по коммерческому найму, маневренный фонд и служебное жилье. Также нельзя приватизировать жилплощадь в общежитиях и домах аварийного фонда. По данным управления городского хозяйства, в 2015 году жители Наринмара приватизировали 111 квартир, в 2016-м – 133. Люди, заключая договор приватизации, он там действует на протяжении двух лет. То есть они могут два года ходить, а его не приватизировать. Поэтому там хотелось бы, чтобы люди были более активны в этом решении. То есть если приняли решение приватизировать, то не затягивали этот процесс. Горожанам, которые хотят воспользоваться правом бесплатной приватизации, необходимо обратиться в управление городского хозяйства в отдел приватизации. Валентина Чебичек, Дмитрий Лилукевич, Телеканал «Север». Жители Наринмара, Тельвийске и других близлежащих сел начали получать регулярные штрафы за езду на автомобилях по Печоре. В феврале по предписанию прокуратуры в регионе начался активный контроль за соблюдением норм Вводного кодекса Российской Федерации. Специальные рейды инициированы отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Ненецкому округу при участии ГИМС и ГИБДД. Согласно текущему законодательству, движение транспортных средств в пределах водоохранных зон, то есть по рекам, озерам и другим водным объектам, запрещено и наказывается штрафом от 3000 рублей. Под действием федеральных норм подпадает река Печора, единственное звено, связывающее между собой населенные пункта округа с центром региона. Как быть, когда движение на автомобиле по реке бьет по карману, а другого варианта у жителей нет? В этом вопросе разбиралась Ирина Цепетова. На работу, с работы, в поликлинику, в гости и просто по магазинам. Для жителей Тервиски, Макарова, Оксина и других близлежащих сел доехать до Наринмара дело нехитрое. Еще удобнее оно становится зимой, ведь доехать до Наринмара можно просто по льду на автомобиле. Вот только делать это категорически запрещено. Согласно нормам Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств, кроме специальных, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Территория Печоры также является водоохранной зоной, а значит, за выезд на лед на транспортном средстве водителю полагается наказание в виде штрафа. Для физического лица от трех тысяч рублей. Юридические могут пострадать финансово на десятки тысяч. Такой удар по кошельку не по нраву ни рядовому жителю, ни предпринимателю. Вот как людям выезжать-то? Посмотрите, ладно, хорошо построят, они здесь вот эту переправу сделать, дорогу сделать на Теревскую. Как людям выезжать с деревень, с Низовья, с Макарова, как им выезжать оттуда? Просто у них нет возможности такой. Постройте дороги. Для всех населенных пунктов? Для всех, для всех, да. И не будет никаких проблем. Тогда, пожалуйста, могут стоять и смотреть за этим порядком, когда уже будут дороги. А когда вот нет дороги, и вот это обор денег просто идет незаконным никакой. Мне так кажется. Тревожные звонки жителей Наринмара, Тельвийск и других населенных пунктов услышал губернатор округа Игорь Кошин. В ворах жалоб на выездах штрафуют, рейды останавливают. Что у нас так происходит? По словам начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны ПАНАО Олега Уленицкого, за два рейдовых дня было составлено четыре протокола об административных правонарушениях на водителей, передвигающихся по Печоре на автомобилях. Все в соответствии с действующим водным кодексом Российской Федерации. И никаких исключений. Печора – река высшей категории. От загрязнений ее оберегает федеральный закон. Работы, выезды в водоохранную зону считаются только по согласованию, либо если имеется твердое покрытие и установленные дороги. Иной выезд, иной любой хозяйственной деятельности в водоохранной зоне, то есть в 200 метрах от уреза воды, запрещено действующим федеральным законодательством. А когда было принято это федеральное законодательство? А это в рамках действующего административного кодекса в течение трех лет оно действует. В течение трех лет мы регулярно наказываем граждан, и ни разу такого не делаем. Олег Улиницкий еще раз подчеркнул, движение по реке запрещено только для автомобилей. На снегоходную технику, триколы, подушки и иной спецтранспорт запреты не распространяются. Однако от этого не легче. По словам Александра Чурсанова, более 50 жителей Тельвиски ежедневно ездят на работу в Наринмар. Это очень серьезно, и дело в том, что не у каждого человека есть снегоходная техника. Кто-то ездит с соседом на машине и договаривается. Понятно, что если там воздушная подушка ходила, то люди ездили на воздушной подушке. Но сейчас нужно понимать, что лед все-таки средняя толщина 80 сантиметров. Люди ездят от необходимости. Кроме этого, нам доставляют хлеб с города, предприниматели также. И у них также неудобства возникают. Но федеральный закон не только устанавливает запреты, но и указывает на то, как избежать наказания. Так, согласно Водному кодексу, движение транспортных средств в водоохранной зоне возможно только в специально оборудованных местах с твердым покрытием. Говоря простым языком, между Тельвиской и Наринмаром должна появиться дорога, насыпь или официальная ледовая переправа. Только так можно узаконить движение на автомобилях между двумя населенными пунктами. Эту работу в департаменте строительства уже начали. Просчитали стоимость обустройства ледовой переправы. Протяженность 3,7 километра от улицы Сопрыгина вдоль берега Гордецкого шара с выходом в поселке Тельвиском. Оректировочная стоимость 22 миллиона. Это что такое 22 миллиона? 4 миллиона это строительство и порядка 18 миллионов это содержание. Это по проекту? Да. Это намораживание, это знаки? Да, да, да. В первую очередь это намораживание, содержание. Вопрос обустройства ледовой переправы между Тельвиской и Наринмаром глава региона поручил проработать совместно профильному департаменту, заполярному району, городу и муниципальному образованию. В 2011 году данный вопрос тоже возникал, и мы с департаментом, тогда не департаментом, а управлением жилищно-коммунального хозяйства округа, также этот вопрос мы пытались решить. Во-первых, проблема это в территориальной принадлежности, то есть акватория шара до Йокуши, она относится к городу Наринмару. Далее это межселенная территория, то есть территория Заполярного района. То есть тут нужно понимать, что нужно, либо это, чтобы была территория муниципального образования Тельвисочный сельсовет, да, и мы конкретно просили деньги на обустройство этой переправы, либо это было бы в виде незаполярного района, и он бы непосредственно этим занимался, либо бы по соглашению эти мероприятия проводили также мы. То есть тут в этом еще необходимо разобраться, то есть что, чья территория, кого территория, да. Вы сами понимаете, потому что если территория не района, допустим, и не муниципального образования, то, соответственно, мы туда ни одной копейки вложить не можем. И никакой переправы организовать, ни вишкование, ничего мы сделать этого не можем. Решить вопрос следовой переправы предстоит уже в ближайшее время. Ведь рейды отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Неницкому округу на сегодня не закончатся. Контроль за исполнением федерального закона продолжится. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Мусор, выброшенный в контейнер, еще не гарантия чистоты в городе. Корень зла кроется в том, что мусорные баки открыты. Туда свободно проникают животные, растаскивая отходы, да и ветер разносит их по всему городу. Разбросанный мусор буквально везде. На территории дворов жилых домов, на детских площадках, рядом со школами. Между тем, мусор является источником неприятного запаха и вредных газов. И может влиять на здоровье детей и взрослых. Кроме того, бытовые отходы могут привлекать вредных насекомых и грызунов, переносчиков различных инфекционных заболеваний. Изменится ли ситуация, выясняла Елена Семеновичева. Первые 15 контейнеров поселка Искателей появились в 2013 году. Спустя 4 года такие современные мусорные баки установлены уже на всей территории рабочего поселка. Мы согласовали, сделали, естественно, проект, согласовали с Роспотребнадзором. И по этому принципу все расставили по поселку. Мы, в принципе, охватили все районы. И охватываем даже, условно, частников, если они заключают товар на вывоз. И ставим. У нас было приобретено 200 баков плюс две машины, которые вывозят. Григорий Коваленко отмечает, установка таких контейнеров не потребовала значительных материальных затрат. А плюсы очевидны. Плотная крышка не позволяет распространяться неприятным запахом и проникновением в него мелких грызунов и домашних животных. Такие баки легче, не подвержены коррозии, легко поддаются санитарной обработке и имеют большую вместительность. Что уж говорить про эстетический вид. Все чисто и аккуратно, чего не скажешь о городе. Бордель, что я вижу, бордель настоящая. Не убираю соборня. Вон, собаки, крышки должны закрываться. Ну вот это да, это проблема. Это проблема. У вас тоже это есть? У нас тоже это есть. Потому что собак в море. Собаки сейчас в таком разгуле, особенно вот у нас в Харьеверской, там действительно надо что-то делать уже. Ну возле кафе валяется. Мы видели, где около магазинов бывает такое. А это кто? Разбрасывает кто-то? Или как? Или ветер разбивает? Разбрасывают. Да, разбрасывают, да. Да, я видел, когда там мальчики вчера разбрасывали мусор. А вы не разбрасываете? Нет. Не мусорите? Нет. А почему? Потому что мы из нормальной семьи. Не так часто выбирают, как хотелось бы. А валяется вот он где-то, вы видели? Ну, на Евтыцевой улице иногда собаки вытаскивают. Было такое, да, как собаки. Или ветер, может быть. Не знаю даже. А где вы видели? Где-то вот в той стороне были. Где-то во дворах. Там где-то мусорки были. И там пару дней назад было такое, что пакеты валялись по всему двору разбросанные. Ну, здесь вот проходя мимо, конечно, собаки растаскивают. Если услышали, что там что-то есть съедобное, им же есть хочется. Голодные, они холодные. Решение проблемы, говорят горожане, только установка специальных контейнеров с крышками или сооружения закрытых блоков, мусороприемников, как это сделано во многих городах России. Чтобы их приобрести, управляющие компании денег нет. Мы на что их приобретем? Жильцы, естественно, зайдите в любую квартиру, спросите, кто. Да ну, какой? До свидания. Двери не хотят поменять у себя свои. Поэтому это должна быть какая-то программа городская, администрация. Все мусорки принадлежат не управляющим компаниям, а городу. Мы их только вывозим. Поэтому, значит, город должен выделить какие-то средства, приобрести эти мусорные контейнеры, поменять машины, потому что к этим мусорным контейнерам нужны другие машины-погрузчики, которые вот эти контейнеры грузят. И все, и все, дело наладится. И в городе будет чистота и порядок. В городской администрации разводят руками, мол, соответствующие полномочия по утилизации и вывозу мусора с 2016 года в соответствии с федеральным законом перешли на региональный уровень. Словно раньше этой проблемы и не существовало. В окружной администрации пояснили, контейнеры с крышкой поставить можно, но за счет средств собственников жилья, то есть самих жильцов. Большинство контейнерных площадок в городе Наринмаре входят в состав общедомового имущества многоквартирных домов. Соответственно, расходы по содержанию контейнеров и контейнерных площадок несут собственники помещений. Таким образом, оборудование контейнерных площадок контейнерами с крышками возможно за счет платы за жилищные услуги по договоренности с управляющей компанией или за счет дополнительных средств собственников жилья. Так что с проблемой разбросанного по всему городу мусора придется бороться самим людям и на собственные деньги. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, телеканал «Север». На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин